Друзья, привет! Кто сегодня пил кофе? Не обязательно здесь вообще. Ну почти все, да? Тема очень важная, тема большая. Не скажу, что я эксперт на уровне кандидата наук в биологии, ребят и так далее. Вообще лекция будет не совсем научная, она больше не вглупь, а вши. И она больше для тех, кто совсем ничего не знает о культуре кофе, о культуре спешлти кофе или знает немного. По каждой мини-теме, про которую я пойду, можно на самом деле очень сильно углубляться и можно тоже очень много чего рассказывать. Главный вопрос, который я сегодня ставлю в своей лекции, кофе, что это, целый мир или просто напиток? Ну и интрига, угадайте, к чему я буду вести, в конце узнаете. Начну немножко о себе. Я Тимофей, основатель одной немалоизвестной кофе, нет, даже не одной. И я занимаюсь кофе несколько лет, я сам варил, потом нанимал людей, которые варили. И для того, чтобы в этом хорошо разбираться, мы постоянно ездим на всевозможные выставки, лекции, мастер-классы, проходим курсы, повышаем свою квалификацию, читаем книжки, смотрим видео. В общем, постоянно развиваемся, поэтому на самом деле есть чего рассказать. Про что будет лекция? Немножко про биохимию, ну потому что надо же, на курилке Бутенберг поумничать чуть-чуть. Немножко про историю кофе, про то, откуда кофе берется. В общем, про всякое разное. В конце плюшки расскажу, как дома делать классный кофе. Чтобы вы не избежали от скуки посередине лекции. Итак, начнем. Да, прошу заранее прощения, если презентация будет какой-то недостаточно подробной, она на самом деле больше забавная, делаю ее на коленке, PowerPoint-ом владеет плохо. Итак, что внутри зерна? Внутри зерна вот что. Собственно, в основном там углеводы, вот это вот волокна, это клетчатка, тоже углеводы, 25% тоже углеводы, белки, жиры. Нас на самом деле больше всего интересует кофеин, его около 1%, на самом деле очень сильно зависит от зерна, от 1 до 5%. И вот это вот прочий 1%, это очень важно здесь остановиться. В кофе уже пожаренном более 2000 веществ. Это реально огромное количество. Примерно доказательством чему является то, что ученые бьются, очень долго уже бьются на те, чтобы сделать синтетический кофе. То есть воспроизвести вот это вот натуральное, им ничего не удается даже близко, похоже, сделать, потому что это реально очень сложно. Из этих 2000 веществ более 800 там отвечают, например, только за аромат. До того, как кофе пожарят, в нем, конечно, гораздо меньше веществ, да, вообще понятие кофе натуральный, это только не пожаренный кофе. Как только мы его пожарили, это уже не естественный процесс, это уже кофе на самом деле делает не натуральным, а чистой химией. Ну, от этого он хуже на самом деле не становится. Итак, что же такое кофе? Это про зерно речь, да, а кофе это напиток, вода. То есть почему эта вода становится коричневой? Естественно, ну, коричневый, черный там, сама по себе никаких чудес тут нету, просто часть вот этих зерен растворяется. От 15 до 25% кофе реально растворяется, и если потом изъять вот этот кофейный порошок без влаги, то он будет, соответственно, 20% меньше весить. Перейдем к самому важному, к самой важной составляющей кофе, это кофеину. Вот эти палочки-кружочки, я не эксперт, это молекулы кофеина, собственно, она же C8H10N4O2, он же 2,6-диокси-137-3-метилпурина или 1,3-7-3-метилцентин. Все, с химией покончено. Что такое кофеин? Многие думают, что кофеин это газ, педаль газа. Нет, кофеин это антитормоз. Дело в том, что у нас в организме вырабатывается такая штука, как аденозин. Она нас притормаживает, когда нужно притормаживать. И вот я знаю, что у клеток есть рецепторы, и вот на эти рецепторы как бы должен садиться этот аденозин и нас притормаживает. Но кофеин, молекула, очень похожа на аденозин. И вместо аденозина садится она. В итоге что происходит? Аденозин удеваться некуда. С этим, кстати, связан очень известный эффект. Я думаю, все, ну не все многие его на себе могли почувствовать, когда вы пьете много кофе. Потом, через несколько часов, вместо бодрости, какая-то резкая сонливость наоборот. Почему так происходит? Потому что аденозин накапливается, и когда кофеин с рецепторов уходит, аденозин нас очень сильно бомбит и тормозит, собственно. Мы очень резко засыпаем. На самом деле, правильно сказать, что кофе, как правило, бодрит, потому что далеко не всех людей он бодрит. И кофе, как правило, повышает артериальное давление. На самом деле, совершенно не сильно. Про здоровье отдельная тема. Тема для отдельной лекции. Я небольшой эксперт, но немножечко сегодня затронул. И давление в том числе. Про кофеин еще что важно сказать. Большинство мифов о вреде кофе, они связаны именно с вредом кофеина. Но кофеин есть в куче вещей. Если вы хотите не потреблять кофеин, вам много чего не только пить, но и есть придется меньше. В первую очередь, есть известный миф, что в чае кофеина больше, чем в кофе. Но это не совсем миф. Его больше на грамм. Но в чашке чая будет все равно поменьше, чем в чашке кофе. Более того, в какао, в натуральном хорошем какао, тоже будет кофеин. Так что, причем соизмеримо, как с чаем, так и с кофе. Так что, если вы детям даете какао, но не хотите, чтобы они употребляли кофеин, соответственно, лучше его тогда не давать. Иначе спать у них будет довольно плохо. Перейдем дальше. Кто из вас считает, что кофе наркотик? Подняйте руку. Слушайте, ну не много людей, просвещенная публика. Кофеин не наркотик. Инфа 100%. 20 лет назад, кстати, считалось не так. В международной классификации зависимости была зависимость от кофеина. Но за последние 20 лет колоссальное количество исследований на тему кофе произошло. Благодаря ребятам, которые борются за действительно кофейную культуру. И в этих исследованиях участвовали миллионы людей. Вы все здесь знаете, что такое лженаучные исследования, некорректные какие-то исследования. Вот эти все исследования в последние годы были реально корректные, огромные, масштабные. И они доказали, что кофеин не является наркотиком. Почему? Вкратце объясню. Ну, как работает алкоголь, героин, да, они заменяют что-то в нашем организме. Если мы алкоголь, героин не получаем, то наш организм этого не вырабатывает. Как работает кофеин, я уже объяснил, он ничего не заменяет. Он просто встает на место аденозина, на эти рецепторы, но уже через 5 часов уходит. Синдрома отмены у кофеина нет. Через 5-10 часов, после того, кофеин точно уйдет, нельзя вообще определить, пил ли человек кофе когда-либо. То есть, никакой здесь зависимости нет. Ну, не никакой, правильно сказать, что физической зависимости нет. Есть, естественно, психологическая пищевая зависимость, зависимость от груш, не знаю, тислых помидоров, но у кого как. В общем, реально зависимости от кофе, как от наркотика, нет. Коснусь немножко А. Но это не значит, что нет интоксикации, кстати. Интоксикация есть, это я знаю по себе, когда я брал первую кофейню. Надо было за вечер научиться готовить эспрессо. Я тогда не знал, что вообще профессионалы, они пробуют эспрессо и выплевывают его. Ну, я не выплевывал. В общем, я поймал глюканы. Только так, можно, наверное, обозвать. Я шел по улице, у меня была жуткая паранойя, мне казалось, что за мной следят. Два дня я не спал. Признаки классической интоксикации, отравления были. В общем, это было не очень хорошо. Я выплевал примерно 20-25 порций эспрессо, насколько помню. Кстати, есть смертельная доза эспрессо. Примерно рассчитать ее можно так. Одна порция эспрессо на килограмм вашего веса. То есть, вот хрупкой девушке нужно полуторалитровую бутылку выпить. Эспрессо 30 миллилитров. Мне две бутылки нужно выпить полуторалитровых. Это нереально, ну, просто потому что настолько насыщенный кофе. То есть, смертельную дозу кофеина получить можно только через таблетки. Вот таблетки, ингаляторы, тут ничего не скажу. Будьте крайне осторожны. В случае с интоксикацией кофеином, там передозироваться очень легко. И умереть также можно. Причем беда с интоксикацией кофеином следующая. В домашних условиях никакой промывания желудка ничего уже не поможет. Если, например, съели много таблеток, там, ну, не знаю, несколько тысяч миллиграмм кофеина, то вас нужно срочно доставлять в больницу. Причем не любая больница это может. Я знаю, в Склифе там в Москве такое делают. Вас могут там быстренько как-то реанимировать, но очень часто это закончится летальным исходом. Еще раз повторюсь, это касается таблеток каких-то. Упаси бог этих кофеинов в коктейлях, ягуар там и так далее, вот то, что сейчас запретили. С алкоголем вообще не очень хорошо мешать кофеином. Но это не касается кофе. Кофе выпить столько в принципе нереально. Хотя, в принципе, интенсицироваться можно. Итак, немножко про здоровье. В общем случае, большинство ученых приходит к тому, что кофе никак не вреден для здоровья. И очень много исследований, на самом деле, которые были явно направлены на то, чтобы доказать обратное, они доказывали, что кофе даже полезен для здоровья. Самое известное такое исследование было еще в 18 веке, когда еще нормальных исследований не было. Оно, кстати, было по современному близнецовому методу. Густав III, шведский король, он был свято уверен, что кофе это очень вредно. И кофе, и чай. И он взял двух близнецов, приговоренных к смертной казни, помиловал их при условии, что они будут пить по три чашки кофе один, и по три чашки чая другой. Вот такую мучительную пытку он приговорил по жизненному заключению. Более того, он приставил к каждому врача, который протоколировал все это. Так вот, эти двое ребят, они не только врачей своих пережили, они и Густава пережили, и детей Густава. Известно доподвано, что тот, кто пил чай 85 лет, умер, кто пил кофе вообще неизвестно во сколько, но точно позже. И второй, похоже, интересный пример. Очень большое исследование на тему рака проводили. Дело в том, что кофе есть в классификации канцерогенов, там есть три вроде грейда этих канцерогенов. Вот кофе был довольно высокий, то есть считалось, что кофе может вызывать рак. И для того, чтобы это доказать, проводилось очень большое исследование, по результатам которого люди, употребляющие кофе, болели раком на 10-15% меньше. То есть на самом деле обратный эффект был. Это не касается рака, который появляется из-за того, что вы пьете горячие напитки. Горячие напитки пить реально вредно, это повышает риск рака желудочно-пишечного тракта. Ну то есть горячие, это я говорю о напитках, там больше 90 градусов. В общем, о здоровье, как я сказал, очень много можно рассказывать. Тема для целой лекции. Давайте перейдем к чему-то более поверхностному. Я вам вкратце расскажу, чем плохой кофе отличается от хорошего кофе. Это очень плохой кофе. Но это не точно. Почему не точно? Ну, потому что это фотка. Я не знаю, что там. Но я предположу, что это растворимый кофе, скорее всего, самый дешевый, который, не знаю, в палатке с шаурмой налили вот в этот прозрачный пластиковый стаканчик. Стоит такой кофе от 5 до 20 рублей. Ну, примерно 5 рублей, если вы купили стикер в магазине и дома себе заварили. За 20 рублей его в палатке с шаурмой продают, значит, с коммерческой наценкой. А вот это хорошее, наверное, кофе, капучино. Ну, почему, наверное, потому что лотарь, искусство рисования на кофе, хорошее, еще не означает, что там хороший кофе. Но я просто предположу, что если ребята лотарь освоили, наверное, они все-таки запаривались как-то сделать неплохой кофе. Такое стоит от 100 до 300. Это в десятки раз больше. Да, очень у многих людей это вызывает колоссальный диссонанс. Ну, за 300 рублей можно купить банку Nescafe. Nescafe это не самый дешевый растворимый кофе. Что за бред? Зачем эти парни ходят с этими стаканчиками 0,5 за 300 рублей? Сейчас расскажу. Кофейный круг. Мы видим здесь по центру кофейный круг. Что такое кофейный круг? Это, по сути, список всех вкусов, которые в кофе можно почувствовать. Которые чувствуют там специалисты, так называемые каптестеры. Как устроен этот круг? В центре у него, видите, глобальные. На самом деле, в американском круге там еще более глобальные есть градации. Кислинка, горчинка и сладость. Здесь там, например, фруктовые. Далее, фруктовые вкусы делятся на цитрусовые, ягодные, косточковые. Еще какие-то цитрусовые делятся на апельсины, грейпфруты. Апельсины делятся на зеленые, апельсины и так далее. И чем более крутой вы как тейстер, тем более тонкие нюансы вкуса вы можете почувствовать. Здесь же, кстати, есть еще один круг. Вот он под Михаилом. Круг дефектов, негативных вкусов. Плесень, вкус земли, вкус жареной земли, горелой земли. Это как раз те этические, которыми можно описывать растворимый кофе или какой-то очень плохо приготовленный. Вот, собственно, к чему я это. К тому, что кофе гораздо более богатая и большая вещь, чем многим кажется. То есть, это как сыр, вино или пиво. Вы знаете, что там есть сомелье по вину, да? Есть такие же сомелье по кофе, они называются каптестеры. И между ними проводятся чемпионаты, самые настоящие чемпионаты, вот, в которых, собственно, они участвуют. Этот чемпионат проводят вот эти ребята, Specialty Coffee Association. Это, ну, типа, как FIFA в футболе. Это мировая ассоциация, которая решает, что в кофейном мире хорошо, что плохо. И они реально очень стараются пропагандировать хороший и правильный подход к кофе, Specialty подход. Один из вопросов, на которые я сегодня хочу вам вкратце ответить, что такое Specialty Coffee. Потому что сейчас можно этот термин везде повсеместно употреблять, и все его употребляют. Вот для того, чтобы вы были в теме, я вам сегодня расскажу. Вот, кстати, про чемпионаты. Это кадры с мирового чемпионата Бориста. Бориста – это целое искусство, спорт, можно как угодно это называть. Ну, настоящий серьезное ремесло, как видите, там жюри, зрители, все по-настоящему. Такие же чемпионаты проводят среди каптестеров, которые пробуют кофе и, значит, пытаются угадать, где кофе из этой страны, где из этой. Чемпионаты проводят среди обжарщиков, чемпионаты по миксологии, очень много. То есть, эта индустрия, она очень богатая. Я был на нескольких чемпионатах, правда, только российских, пока. Это действительно захватывающее средище. Расскажу про путь кофейного зерна для того, чтобы вообще обозначить, что такое Specialty Coffee. Ну, вот, вкратце, Specialty Coffee – это когда на каждом этапе пути кофейного зерна, от посаженного зерна в землю до вот вашего глотка, все было идеально. Вот, если все идеально, кофе Specialty, если нет, то как бы нет. Есть формальный Q-Grade System, по которой профессиональные каптестеры пробуют, значит, и оценивают кофе там от 0 до 100 баллов. И если он больше 80 набирает, то это считается Specialty зерно. Но Specialty зерно еще не означает Specialty чашку кофе. Поэтому я расскажу про все этапы, вот, от самого начала до самого конца. Поехали. Есть два основных вида кофе и много сортов. Два вида, все, наверное, слышали, арабика, робуста. Ну, здесь какие-то факты приведены, в принципе, не очень интересные. Самая суть, что арабика – это хорошо, робуста – это плохо. Робуста используют, ну, есть, есть некоторые ребята, которые считают, что из робуста можно что-то выжить, но это скорее исключение. В основном ее используют, когда нужно добавить побольше кофеина, то, что она насыщена кофеином, и когда нужно просто какую-то массу вот добавить, допустим, для производства сваримого кофе и так далее. Вот. В основном, конечно, в мире везде арабика. И первое, где можно запороть, вот, первое, где можно кофе сделать не Specialty – это выбор, собственно, зерна. То есть вы можете взять плохое зерно, ну, плохое дерево посадить, и выбрать просто не тот вид. Следующий этап, где можно запороть кофе – это посадить его не в нужном месте. Вот, кофейный поезд земли – это вот эти две полосочки вдоль экватора, это то, где кофе растет хорошо и где он должен расти. На самом деле, он не везде там растет. Кофе вообще должен расти только в горах, а арабика вообще на высокогорье, там, до двух тысяч метров. Но в основном вот в этих странах. Вот лидеры по производству – Бразилия, Вьетнам, Колумбия, Индонезия – они делают массовый очень кофе, но он не считается самым лучшим. Нет, там есть исключения, но в общей массе это не самый лучший кофе. Самый лучший, ну, на мой взгляд, и, возможно, большинство, наверное, профессионов из индустрии, кофе с родины кофе – это район Эфиопия, Танзания, Руанда, Кения – это под Египтом, то есть, получается, северо-восток Африки. Вот. Ну, можно сказать, что Центральная Африка. Также очень много интересных есть стран вот в Южной Америке, в Центральной Америке, как видите, там перечислено практически все эти кофе, они, все эти страны производят кофе, и это очень важный в их ВВП вообще продукт. Значит, что нужно сказать про кофейный пояс? То есть, что один и тот же сорт, если вы посадите в разных местах, да что там в разных странах, на разной высоте, это будет вообще совершенно разный кофе. И вот даже если посадить один и тот же сорт в Африке и в Южной Америке, выяснили закономерно, что в Африке будут более цветочные нотки, более фруктовые какие-то нотки во вкусе, а в Южной Америке шоколадные, ореховые и так далее. Вот. Что же происходит дальше? Дерево вырастает. Дерево вырастает обычно до 4 метров, больше им не дают вырастать. На нем появляются ягодки, что-то типа вишни. Внутри этих ягодок зерна, это, собственно, и есть кофейные зерна. Вот здесь мы видим очень счастливого дядю. Непонятно, чему он радуется, потому что ягоды у него в основном еще неизрелые. А вот на следующем слайде дядя печальный, но зато уже все созрело. На самом деле я сейчас расскажу, почему он печальный, предположительно. Вот так собирают хороший спешлти кофе, его собирают вручную, потому что можно посмотреть на ягоды и понять, хороша она или нет. Как собирают компании промышленные. Подъезжает такой робот, вот так вот берется за ствол, трясет и в такие сетки собирается все. Листва, ветки, ну листва, ветки, ладно, уходят потом, но гнилые зеленые ягоды попадают потом, зерна из них попадают, и кофе получается не очень хороший. То есть следующий этап, где можно запороть неправильно собрать кофе. Вот. Немножко отступление, почему дядя печальный. Есть огромная проблема в мире с низкооплачиваемым трудом фермеров. Кофейные фермеры, они в бедных странах в основном, и кофе у них покупают просто за бесценок корпорации. Создалась такая система в мире, что этот труд, ну, он, если вообще все время работать как следует, то в хорошем случае ты будешь там выживать более-менее. Так вот спешлти кофе, если в широком со всем смысле брать, у него есть еще два, но кофе должен быть выращен без вреда экологии, и кофе должен быть выращен без вот такого неправильного отношения к людям. Он должен быть человечным. То есть хорошие компании, они к фермерам относятся по-человечески. Они с ними общаются, взаимодействуют и так далее, помогают им, и, ну, нормально им платят. Поэтому, когда покупаете дорогие зерна, когда покупаете дешевые зерна, вы как бы вот этому потребствуете. Когда покупаете дорогие, значит, скорее всего, фермеров тоже не обидели, и они не будут такими печальными ходить. Что дальше делаем с кофе? Дальше кофе нужно обработать. Нужно снять вот эту вот пульпу, так называемую, ягоду, и достать семечки. Есть несколько методов. В основном это вот мытая обработка, когда просто под напором воды всю эту пульпу снимают, зерна достают. Какое преимущество? Очень быстро это все делается. Много места не нужно. Но кофе получается не таким насыщенным по вкусу, потому что он не проходит долго ферментации. А вот при сухой обработке он лежит целый месяц. Вот это вот кровати, допустим, он лежит на кроватях, сохнет, впитывает все, что можно из ягод. Эта пульпа сама отваливается, и в итоге мы получаем очень насыщенный вкус. Хотя это чисто вопрос вкуса. Нельзя сказать, что какой способ обработки лучше, какой-то хуже. Тут кому как. Вот там вот все зерна, например, которые сегодня пробовали, они все были мытой обработки. Для этого типа кофе обычно не на мытой обработке используют. Подходим к важному очень моменту. Здесь запороть кофе еще проще. Можно его просто неправильно пожарить. Сейчас повальная мода на мы сами жарим. Вы приходите в магазин, вам говорят, мы сами жарим. Приходите в кофейню, мы сами жарим. Ничего хорошего, на мой взгляд, в этом нет. Почему? Потому что обжарщик – это как футбольный тренер. Реально их за миллионы долларов покупают. Крутых обжарщиков покупают компании друг у друга. Они берут их в аренду, продают дорогущие мастер-классы, потому что хорошо жарить зерно – это очень сложно. Это целое искусство. Есть чемпионат среди обжарщиков. Поэтому, если кто-то говорит, мы сами жарим зерна, как правило, это ничем хорошим заканчивается не будет. Конечно, есть исключения. Когда реально большие компании сами под себя организовывают обжарку, и тогда они могут очень классные вещи выдавать. Очень важный момент. Если мы говорим про спешлти кофе, про хороший кофе, обжарка должна быть свежей. То есть, то, что на пачках написано, что кофе хранится год, ну, он хранится год, но использовать его лучше в первый месяц. И поэтому априори, если вы покупаете в супермаркете кофе, это не спешлти кофе. Это будет плохой кофе, потому что, да, он дойдет там с растаможкой, с какой-то, все это долго, как минимум уже там месяц пройдет, как минимум месяц пройдет. Где покупать кофе, ну, про это скажу в конце лекции. Идем дальше. Следующий этап – это помол. Почему я говорю, что помол – это секрет Бористо? Потому что это реально секрет. Если вы сами вот просто все правильно сделаете, но не будете знать, как помолоть, кофе точно будет плохим. Даже есть такое, ну, в принципе, реально есть такой факт, что человек, который берет зерна, очень дорогие, хорошие, молит их там, готовит на крутой машинке, он с большей долей вероятности получит плохой кофе, то, кто берет растворимый кофе, заливает его кипятком и просто пьет. Почему? Потому что тот не может ничего почти испортить, там портить нечего. Здесь испортить очень легко. Что такое помол? Это количество частичек, на которые мы зерно порубили. Оно до нескольких десятков тысяч может доходить. Ну, здесь вот некоторые основные помолы там обозначены. Важно понимать просто, что помол все время нужно менять. И в этом секрет и в этом искусство Бористо. Нельзя один раз приехал специалист, настроил и все, да? В кофейнях меняют помол десятки раз в день, ну, если все правильно делать. Атмосферное давление, температура воздуха, всякие другие факторы, все это влияет. Плюс сами зерна, каждая новая пачка, она чуть-чуть разная может быть. И вам все время нужно этот помол подстраивать. Поэтому это сложная вещь. Дома тоже помол нужно уметь настраивать, иначе ничего вкусного вы не получите. При любом абсолютно способе приготовления. Ну и последний этап, глобальный большой, на котором можно запороть кофе, на котором его почти всегда порят. Это, значит, этап Бористо. Вот мы видим здесь замечательного Бористо. Он готовит на довольно неплохой машинке, довольно неплохие зерна, но на самом деле он легко может очень испортить, потому что у него есть, не знаю, 10 способов испортить кофе. Вот сначала он его неправильно смолол, потом он неправильно отряхнул, неправильно там что-то сделал, надавил и так далее. Очень много способов испортить кофе. Поэтому настоятельно никому домой не рекомендую покупать профессиональные рожковые машины, даже дорогие. Потому что нужно реально уметь, иначе вы все испортите. Если здесь Бористо не испортил, он может испортить во время подачи кофе. Спешлти культура, она предусматривает последний очень важный этап. Подать кофе нужно с улыбкой. Нельзя подать кофе, много вас, а я одна, заберите поскорее. Нужно обязательно подавать с улыбкой, иначе тоже спешлти чашкой кофе не будет. Вот, собственно, я вам вкратце рассказал, почему кофе может стоить 5, может 300. Но не совсем, я глубоко в эту тему не копал. Но вы видите, сколько есть этапов. На каждом из них можно сделать плохо, можно сделать хорошо. Естественно, хорошо делать довольно дорого. Есть примеры кофеин. Так как здесь нельзя конкретно рекламировать, я скажу просто, что у этой сети кофеин синие стаканчики и смайлик нарисован. Это самая крутая сеть кофеин в России, и эти ребята делают просто самый true specialty кофе. За счет чего? Они, вот весь этот кофейный путь проходит вместе с зерном. Они приезжают на фермы сами, представители этих кофеин, советуются с фермерами, что мы будем сажать, выбирают. Потом вместе с фермерами растят, помогают им там, ну, вплоть до того, что строят дороги для этих фермеров. Это реально вот российская сеть кофеин. Строят дороги там в Руанде для того, чтобы их зерно вырастили, мосты, мосты они там построили. Вот, они реально помогают. Они сами жарят, они обучают бариста по 2 месяца. То есть, они вот все, от самого начала до самого конца. Вот это реально спешл-те кофе. Такого, к сожалению, пока немного, но все к этому стремятся. Мир, в первую очередь, там, Штаты, Австралия и так далее, Россия, она тоже очень, ну, на высоком сейчас уровне. Сначала это было за Уралом, потом Питер, Москва. В Облинске тоже очень много хороших кофейн. Все, ближе мы приближаемся к этому вот уровню, реально спешл-те. Тымс. Немножко, последняя такая часть, немножко про простых людей, которые вот со всем этим еще не знакомы, как они вообще к этому приходят и какой путь мы проходим. И заодно про каждый этап этого пути расскажу. Ну, это мой конкретно путь, но я думаю, он у большинства людей, кто вот приходил, он примерно такой. Начинается все с растворимого кофе. Я вот, помню, заваривал, покупал дорогой растворимый кофе, выходил, значит, такой мажор из магазина, у нас кафе банка, она там 400 рублей стоит. Я сейчас буду классный кофе дома пить. Я догадался сам, что не нужно крутым кипятком заваривать, но опытным путем. Не нужно. Если вы все-таки пьете растворимый кофе, дайте остыть воде. Ни в коем случае не надо крутым кипятком. Вот. Заваривался, я пил эту чашку, и мне это казалось реально очень вкусно. Это реально очень вкусно, когда ты не пробовал все остальное. Вот. Ты сидишь, наслаждаешься этим. Что такое растворимый кофе? Вкратце, небольшой экскурс, за тех, кто не знал. Это реальный кофе, который берут просто в огромных количествах, варят 5-10 часов. Варят до такого состояния, что вся вода выпаривается, и остается сусло. То есть, вот эти грамулы, это уже заваренный кофе. Оттуда всю кофейную гущу выкидывают. Это не кофейная гуща, это именно заваренный кофе, просто сконцентрированный. Но, беда в чем? В том, что в растворимом кофе только там 20% остается от этого заваренного кофе. Остальное, чем только не бодяжит. Там и соя, говорят, и какое-то пшено, куча ароматизаторов. Почему? Потому что при таком вот заваривании из кофе очень много чего полезного уходит. Остается там кофеинга в основном. Этим-то растворимый кофе, и плохо. Дальше, после того, как мы пьем растворимый кофе и решили шагнуть еще вперед, как кофеманы, мы, значит, подходим к рендингам аппарату с таким видом эстетов, 50 рублей уже за чашку отдаем. Кофе там готовят автоматические кофемашины. Такая же, как стоит в большинстве ресторанов, кафе. Вне кофейнях везде стоят такие автоматические машинки. Нажали кнопочку. Многие дома стоят капсульные разные. Этот кофе уже лучше, как правило, просто потому что, ну, во-первых, он зерновой. Там он неправильно обжарен почти всегда. В нем куча робусты почти всегда. Но все равно, это зерновой кофе. Его реально, эта машинка мелит прямо здесь и сейчас. Она его заваривает при вас. И это уже что-то получше. Это уже немножко прикоснуться к прекрасному. Потом вы идете такие, мимо кофейни, где вот эти безумные цены. Ну, и просто ради интереса, или приличия, или моды, не знаю, пробуйте кофе за 200 рублей. Тут вам открывается целый мир. Но не всегда с первой чашки. Иногда он открывается вечером, когда вы такие, блин, сегодня такое там произошло. Надо еще раз повторить. Вот. Это профессиональная рожковая машина, на которой хороший бариста готовит хорошее зерно. Вот. Это следующий этап. Последний этап, ну, на самом деле, неизвестно, какой из этих двух более крутой, но сейчас принято считать, что альтернативное заваривание, так называемое, это самое высшее, просто апогей. Спешлти кофе. Что такое альтернативное заваривание? Это когда мы очень хорошие зерна завариваем очень простыми способами, без всяких кофемашин. То есть, это не на эспрессо машине. Мы можем позволить себе более светлую обжарку для этого заваривания, за все, чего он считается более изысканным. Соответственно, больше вкусов там будет. Да? Про обжарку очень важный момент забыл упомянуть. Есть много степеней обжарки. Все, наверное, слышали про темную обжарку, еще какую-то. Вот темную обжарку используют, когда нужно просто скрыть то, что ваше зерно это на самом деле полная ерунда. Вот тогда используют темную итальянскую обжарку, потому что там остается только жареная вот эта горечь. В основном используют среднюю и светлую. Среднюю используют для эспрессо. Почему? Потому что на основе эспрессо готовят капучино, лата и светлая обжарка просто потеряется. А в альтернативных методах используют светлую обжарку, в которой вы все вот эти вот нотки кофейного круга можете реально почувствовать. И именно альтернативное заваривание, переходя к ним, сейчас это самый модный такой тренд. К сожалению, там только черный кофе, то есть нельзя сварить капучино альтернативным методом. Можно только добавить молочка, но это уже будет неправильно. Это уже будет на самом деле издевательственным напитком. Есть очень много методов заваривания. Вот самого простого френч-пресса, на самом деле самый простой еще проще. Вы просто помололи кофе, засыпали его в чашку, залили водой и потом ложечкой оттуда достали. Так делают на каппингах, это когда профессионалы пробуют кофе, оценивают его качество. Так тоже можно заваривать. Чуть более сложный это френч-пресс, 55 рублей в фикс-прайсе, такая реклама, надеюсь, в реверсуна. И вплоть до, не знаю, самого дорогого крутого там сифона, это вот в левом нижнем углу, который стоит 10 тысяч. Но все эти устройства, они стоят недорого. Профессиональные машины стоят как Hyundai Solaris, а эта стоит недорого. И вот подходя к тому, как же дома устройство и хорошая кофемолка. К сожалению, кофемолка с вот этими вот ножичками, она не пойдет, потому что она очень неравномерно рубит зерно, и она, как правило, не может вообще нужный помол задать. Более того, настраивать помол вы будете на глаз каждый раз. Вот кофемолка вот такая подойдет, у нее жернова. Есть два типа вообще с ножами и с жерновами. Вот такая кофемолка ручная, у нее есть жернова каменные, которые давят зерно до хорошего состояния. Конечно, гораздо лучше использовать, просто купить нормальную кофемолку где-то 10 тысяч, вот хорошая фирма бораться. Я знаю, что профессионалы даже ее дома берут кофемолку за 10 тысяч, профессиональная кофемолка за 200 тысяч будет точно так же молоть, как за 10. Просто она может это делать бесконечно в кофейне, а вот это она только один раз вам дома помолит. Вот купите хорошую кофемолку, купите хорошие зерна. Итак, где купить хорошие зерна? Никакой рекламы почти в любой нормальной кофейне будут продавать зерна. Вы просто спросите. Это не всегда афишируется. Ну, потому что на этом как бы не зарабатывают. Это обычно просто для поддержания культуры кофе, скажем так. Вот. Спросите, продаются ли у вас вот зерна, хочу дома заваривать. Скажите, для чего купить кофемолку. Не нужно просить в кофейне помолоть вам кофе, потому что вам, или в магазине в кофейне, вам его помолят, пока вы донесете, это уже на самом деле пить будет нельзя. Если только там на одну чашку вы там быстро донесете в вакуумном правильном пакете, ну, нежелательно. Кофе лучше свеже с молоком пить, конечно. Возьмите эти зерна, купите хорошую кофемолку, купите любой из этих агрегатов, самый простой пинет френч-пресс. Вот. И готовьте дома. Будете пить правильно, кофе будет замечательно. Подводя итог, сегодня на кофебрейке вы пробовали, был ли это спешлти кофе? Нет. Почему? Там были хорошие зерна, вот эти вот пачки, которые стояли, это пачки одного из лучших обжарщиков в России. Кофе этот был заварен альтернативным методом, на капельной кофеварке. Может, видели такие? Это просто такая машина, в нее вставляются кувшинчики. В американских сериалах все все время с этим кофе гоняют. Это, на самом деле, вот это и есть американо, можно сказать. Вот в этой капельной кофеварке мы заваривали их очень много, выливали в термосы. Ну, прежде всего, это не спешлти кофе, из-за того, что прошло несколько часов, он остывал, нагревался и так далее, и там уже очень много чего потерялось. Ну, во-вторых, это все было в таком вот формате, там какого-то кофебрейка и так далее. Но это уже близко, то есть это уже правильные зерна хотя бы. Но, как я сказал, спешлти будет только если вы каждый этап правильно сделаете. К этому нужно приходить, к чисто черному кофе нужно приходить, к чисто черному кофе без сахара, без всякого молочка, потому что сахар, молочко – это все, ну и честно, это издевательство над вкусом. То есть у вас есть законченный готовый напиток, как законченная красивая картина, а вы, значит, эту картину смотрите через красные очки. Ну, зачем? То же самое и с сахаром. К этому можно привыкнуть, если вы хотите законченный конечный напиток. Если вы хотите законченный сладкий напиток, покупайте в кофейне «Раф». Он сладкий, он уже продуман, там эта сладость задумана. Но если вы покупаете черный кофе или капучино, привыкайте пить его без сахара. Спасибо. Пейте хороший кофе, пожалуйста. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ